друзья доброе утро сегодня 29 октября 2020 года с вами она и куба в третьи сутки сухого голодания утренняя прогулка солнышко еще не вышло вот сейчас в конце октября с утра даже вот такой небольшой туман влажность очень хорошо гулять особенно когда вокруг сосны такая красотища вокруг и конечно самое лучшее это прогулка как началось мое утро я проснулась помедитировала утренняя медитация была потом сделала самомассаж стоп кистей живота есть у меня такая вот массажер классный с вибрациями вот сразу как-то таки настроение под улучшилось и конечно хочется идти на прогулку хочется свежего воздуха и чем я хотел с вами поделиться у меня в октябре на онлайн программе была женщина которая сказала что хочет пройти каскадное голодание это вот краткий каскад который мы делали в греции в индии в таиланде то есть от одного до пяти день голодаешь 2 ешь 2 голодаешь 3 ешь 3 голодаешь 4 ешь и так доходишь до пяти и вот она рассказала что она такой каскад делала 20 лет назад и в одном научно-исследователь институте делали анализы крови до и после и вот она говорит что подписалась на эту программу потому что у нее были очень плохие анализы крови и в паре ну как бы прикрепили чтобы было их два человека вместе чтобы было веселей что можно было ну как бы дружить поддерживать друг друга с ней еще была одна женщина у которой был рак груди 4 стадии и врачи от нее уже отказали сказали что ну уже не операцию не химию все уже поздно типа там собирайтесь туда на кладбище и вот она говорит что они с этой женщиной как бы в паре так вместе дружненько и пусть то как они дошли до пяти они еще пять сделали пять через пять но это уже как бы не точно помню но та женщина точно у которой была онкология так вот она говорит что прошло двадцать лет женщина жива по сей день продолжает практику сухого голодания то есть по средам голодает она один день раз в месяц она делает трехсуточное сухое голодание и трехсуточное сухое голодание и делает там раз или два раза в году она делает пятисуточное сухое голодание вот и там есть некоторые нюансы по выходу рассказала мне про кавашу вот и я что-то вдохновила сейчас меня такое окошко полтора месяца я тут в казине под киевом у люды и я подумала себе почему мне бы вот не попробовать повторить такой вот опыт и конечно не знаю что мне получится всего из этого пойду ли я дальше но вот на сегодняшний день у меня получается трехдневка то есть я вот день голодала два ела потом два дня голодала три ела и сейчас у меня трехдневка третий сутки сухого вот как я уже говорила собственно говоря эту программу мы делали для людей делали в Индии делали в Таиланде вот планировали в апреле в Греции к сожалению мировые события наши планы скорректировали вот ну я решила сейчас прогнать на себе но опять же не знаю как мне тут обстоятельства сложатся но по крайней мере даже если не пойду дальше в четыре в пять хочу остаться на три через три пока еще ну пока в размышлениях не понимаю ну пока вроде хорошо идет все единственное что конечно меньше работается как-то все больше хочется гулять кататься на качельке вот за эти дни вот были еще хорошего остеопата кстати великолепный остеопат в Киеве Андрей Найдек если кому-то надо ищите просто его контакты в фейсбуке или 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 кому интересно пишите под видео я дам его контакты записывайтесь очень рекомендую была на диагностике на лечении всегда есть что подправить в своей костно-мышечной системе самое главное что он не просто работает не просто рассказывать ну не просто там отработал сделал работу и все он еще тебе объясняет откуда у тебя могут быть эти проблемы и что с этим делать какие может быть дыхательные практики или вообще какие-то гимнастики поделать или какие-то там лимфодренажные массажи очень здорово на самом деле очень рекомендую вот поэтому вот как-то так и мои размышления вот я написала размышления в третьи сутки таковы что люди приехали 7 суток у нас сухого голодания попрактиковали и уехали а что же дальше а дальше они возвращаются к своей обычной еде к своей обычной жизни потому что ну держать удар социума не так просто особенно люди которые в возрасте и тогда у нас здесь возникает такой вопрос как быть и вот я себе сейчас думаю что вот эти вот каскады это очень и очень даже неплохо и это могло бы быть выходом я сама жила в таком режиме когда-то понедельник всегда пятница сухие дни и великолепно великолепно себе чувствовала и дошла до того веса который мне нравился и до состояния здоровья и до состояния энергии и поэтому конечно мне бы хотелось опять все это вернуть потому что как я говорю мне уже 57 ого а я всю жизнь пашу как сивый мерин и все нет времени заняться собой но вот решила сейчас это сделать и конечно по каскаду по каскаду каскад мы планируем онлайн с 18 января на три месяца может кому-то будет интересно еще буду об этом рассказывать а так вообще кто хочет с питанием разобраться с 13 по 15 ноября под киевом здесь вот в казыне нашли от того места где я сейчас в гостях 10 минут на машине кто хочет ребята присоединяйтесь расскажу про все виды сухого голодания о том питание той структуре здорового правильного питания на которой я сейчас и которую рекомендую для поддержания здоровья потому что вот еще нырнула в тему автономии сейчас ой белочка поскакала конечно вы ее не увидите далеко много сейчас вот об автономии говорят вот не ешьте не ешьте а там сидите на огурцах и авокадо ну как бы да но к этому нужно приходить постепенно не так быстро для того чтобы не разрушить все то что вы имеете здоровье которое имеете и не усугубить то нездоровье которое тоже имеете поэтому приглашаю ребята пользуйтесь возможностью пока я здесь это наша первая программа ух ты одна белочка прям села вот тут и сидит не знаю получится ли мне увеличить и приблизить не знаю как но вот она так замерла с орешком и сидит не знаю видно ли ее в телефоне но вот такие тут вот волшебные белочки вот она с орешком сидит ой красавица ну красавица ну красавица какая красавица замерла 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 ты красотуля ты красивая девочка какая привет доброе утро белочка привет милая ты позируешь ты красавица очень красивая просто замечательная ну ребята это знак что я на правильном пути так воспринимаю на самом деле здорово ну все все красавица мы увидели конечно вот так что ребята вот такие дела кому интересно пишите под этим видео приглашаю расскажу поделюсь всем что знаю расскажу что будет нового у нас еще ну по крайней мере с 13 по 15 ноября кто в Киеве еще есть два места присоединяйтесь будете довольны потому что расскажу и поделюсь за эти три дня всем чем знаю со мной еще кстати будет два эксперта позанимаемся цыгуном поговорим о здоровом питании не просто поговорим будет мастер-классы и получается в пятницу в 14 заезжаем будет у нас питание вход в голодание суббота у нас будет 36 часов голодания мы целый день будем об этом говорить в перемешку с прогулками цыгуном а воскресенье вот целый день прямо мы с утра встанем мы привезем всю технику с собой которая необходима для здорового питания и с вами пройдем вот весь день как он должен быть здоровый и как максимально упростить вот эту схему упрощенную которая будет понятна и доступна и детям ну как детям вы сможете понимать как эту структуру питания организовать так чтобы могли не только вы сами оздоравливаться но и ваша семья ваш муж ваши дети ну и близкие все кто живет рядом с вами ну все может быть долго получилось но видите нас в хом оказывается в третьем дне охота поболтать ну все милые кто со мной всех люблю всех целую пока 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 пока